Всем привет! Да-да, это видео о покупках и начнем с самого горячего и интересного. Это различная сексуальная бельишка. Я не могла удержаться, чтобы не опробовать всю эту красоту. Один стандартный размер, и я была крайне удивлена, что ткань сделана таким образом, что все это тянется. Может оказаться мала только в том случае, если очень, наверное, большие размеры, может быть, за 50. Казалось бы, корсет, но он действительно сделан так, что сзади все это тянется. Но если только очень большая грудь, то, может быть, она сюда и не поместится. Мне понравилось еще, как смотрится вот эта длинная сорочка. Супер! И последний комплект. Я для первого раза решила выбрать что-то в черных тонах, потому что черный, и он будет смотреться более-менее, наверное, благороднее в том плане, если вдруг слишком дешевая ткань. Мне захотелось чего-то уже такого летнего, форео. Я ношу его даже сейчас, когда выхожу из душа, обмажусь полностью кокосовым маслом, и мне не хочется ничего такого плотного надевать. Далее вот такой симпатичный купальник. Мне, наверное, он нравится больше всех. Следующий вот такой. Все хорошо мне по размеру подошло. И у меня никогда, наверное, не было сплошного купальника. Может быть, только если в детстве. Единственное, может быть, расцветка. Если бы была повеселее, тогда бы хорошо. И немного меня смущают вот эти висюльки по бокам. Мне хочется их убрать, чтобы они не торчали вот таким образом сбоку. Далее в Инстаграм вы могли уже видеть вот этот джемперочек с сердечком. Еще один с цветочками. Я безумно рада вот этой жилетке. Она просто обалденная. Качество у нее действительно, я не знаю, даже лучше в некоторых бутиках, если что-то выбирать. Капюшон отстегивается. Если она есть еще на сайте, и вам нужна такая вещь, я вам рекомендую. Вы обязательно останетесь в восторге и не пожалеете. И следующее я вам покажу две парки. Не отстегивается вот этот мех, а хотелось бы, наверное. Я не пробовала постирать, но вот пока вот эти катышки, которые отошли от общей массы, они немного выпадают. Поэтому мне кажется, в принципе, если постирать ее, то, может быть, такого дискомфорта уже не будет. Но сама расцветка и качество, как все это сделано снаружи, мне очень понравилось. Еще одна парка в таком горчичном оттенке. Единственное, я, наверное, вообще отстегнула бы здесь подкладку. Здесь она, к счастью, отстегивается, потому что как-то мне не очень нравится, как все это смотрится в зоне капюшона. Что у меня еще из тепленького бежевой шапочка. И еще такая кофта, которую я не носила, потому что погода пока еще отнюдь не весенняя. Поэтому, когда станет потеплее, можно будет уже носить вот такую кофточку. Она длинная, теплая, капюшон. Мне кажется, без меха она бы смотрелась намного лучше. Штанишки Ромби черно-серые, прикольненько смотрятся. Тоже жду не дождусь, когда уже станет потеплее, чтобы можно было все это надеть уже скедами. Как некий такой спортивный стиль. Здесь два кармашка. Платье, которое я пока еще не надевала, собираюсь его надеть на фотосессию. Поэтому, возможно, вы увидите фотографии в инстаграм или где-нибудь еще. Я еще заказывала себе один бежевый свитерок. Как вы знаете, на Ромби тоже есть различная какая-то китайская косметика. Я решила рискнуть и заказать себе вот такие корректоры сухие. И я должна сказать, что осталась практически в восторге. Немного миловатые оттенки белого этого и немного вот этот. А вот эти три оттенка, они очень мягкие, хорошо наносятся, распределяются. Не нужно несколько раз проводить кистью. В общем, с пигментацией здесь у них все хорошо. И действительно, они такие нежные, мягкие, шелковистые, как я люблю. Даже вот сейчас в макияже я использовала эти три оттенка. И никакого дискомфорта в течение всего дня, никакой сухости, стянутости, что иногда может быть с не очень хорошими продуктами, у меня ничего нет. Поэтому очень осталась я довольна и буду присматриваться. Может быть, еще какие-нибудь подобные вещички буду там заказывать. И последняя вещь. Это легкий плащ такого синего цвета. Напоминает что-то даже, нечто такое солдатское. Потеплее можно будет носить. Это были все обновки из одежды за последнее время. Надеюсь, видео вам понравилось. Делитесь вашими какими-то новиночками. Всем вам пока-пока. Люблю, целую. До новых встреч.